добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о наказании несмотря на то что как я говорил в прошлой программе мы должны понимать что это наши дети и пробудить себе самые нежные чувства мы должны также понимать что у нас не должно быть место для дешевой фальшивой любви нам очень важно понимать что наши дети ну они достойны настоящей любви они достойны того чтобы мы с вами приносили в их жизнь лучше знаете однажды моем детстве мы отдыхали у моей бабушки и нас была река которая текла в таком ущелье и мы любили в этом ущелье там были всякие пещеры знаете было так интересно для детей и мы лазили туда мы ходили туда мы там строили какие-то домики крепости ну на что только хватало фантазии но моя бабушка она запрещала нам туда ходить и мы расценивали это как какую-то вообще несправедливость которая бабушка в общем не права мы жили мы жили в горах и знаете один раз мы сбежали второй раз мы сбежали бабушка погрозила нам пальцем третий раз бабушка взяла ремень я помню дедовский и достаточно внятно объяснила что в следующий раз это не должно повторяться я помню вот эту знаете болят во первых нам не давали развлекаться вместе со всеми детьми которых там было много и родители их не особо запрещали им это делать боль за то что во первых бабушка несправедливо поступила и потому что задница болит знаете тоже как-то не очень комфортно и тем не менее когда через некоторое время один наш приятель позвал нас опять играть в это ущелье я сказал нет нет потому что я понял что зад только перестал зудеть и мне не хочется повторения а жили мы в такой небольшом поселке в котором все друг друга знали моя бабушка бы точно узнала что я там был мне бы влетела это без без всяких точно бы попал и я не пошел и вы знаете в этот день было небольшое землетрясение и вот тот парень который звал нас он навсегда остался в этой пещере вернее его достали конечно но он уже не был жив и в этот момент я вдруг вспомнил слова моей бабушки когда она меня наказывала она сказала когда-то ты скажешь мне за это спасибо и мне казалось что это знаете вот очередная вот родительская там взрослая вот это вот чепуха но в этот день я был благодарен ей за то что я не пошел тогда вместе с этим парнем в эту пещеру наша задача понять что наша любовь она не может быть дешевой знаете когда папа или мама пытаются завлечь ребенка там каким-то сладостями завоевать популярность разрешает то что ребенку вредно это вот на простом бытовом уровне вы должны понимать что мы обязаны обеспечить безопасность ребенка вот крик или там наказание ну представьте себе ситуацию когда ваш ребенок бежит края проезжей части и вы не ну там едут машину и вы не успеете добежать чтобы восстановить что вы будете делать а теперь еще одно вводное ваш ребенок настолько отвык от послушания что даже если вы будете кричать он вас не будет слушать потому что ну вот не будет последствий у послушания и у не послушания тоже это страшная ситуация наша задача обязательно наказывать ребенка если его действие или бездействие принесут ему вред но опять же хочу вернуть вас в то что наказание должно быть не только адекватным но и в любви если нет любви то это не наказание мы руководствуемся пользой для наших детей мы руководствуемся их будущем руководствуем за тем что когда-то это поможет им избежать проблем или наоборот поможет им победить преодолеть какие-то вещи поэтому когда мы говорим о наказании когда мы говорим о дисциплине должны понимать что в этом случае нет места дешевой любви и популярности